Акем Восточно-Казахстанской области Ермек Кощербаев с рабочим визитом посетил Уланский район. На встрече с сельчанами глава региона обсудил ряд важных вопросов, в том числе касающихся обеспечения качественной питьевой водой, нехватки мест в детских садах, строительства медучреждений. В рамках рабочей поездки Аким Восточно-Казахстанской области посетил ряд объектов Уландского района, в том числе новые 40-квартирные жилые дома. Новоселы положительно отзываются о качестве строительства. Около двух месяцев назад получили квартиру двухкомнатную в этом доме. И она просторная. 61 квадрат для двухкомнатной. В наше время это очень хорошо. Если сравнить со вторичкой, мы думали сперва через вторичку взять, там и цены, если честно говорить, они неприемлемые. Никаких претензий, жалоб нет. Аким области также ознакомился с ходом ремонтных работ на аварийных участках тепловых сетей в поселке Косыма-Касеново. А после в районном доме культуры состоялась встреча с населением, где сельчане озвучили волнующие их вопросы. Один из них касался обеспечения качественной питьевой водой. По словам главы региона, уже в ближайшее время поселок Косыма-Касеново будет подключен к новому Миновновскому водозабору, и проблема будет решена. Проблемы есть и сложности в каждом районе, и в Уландском районе не исключение. Но сейчас я высказал определенные замечания Акима Уландского района. Я проехался по вашему районному центру. У меня такое ощущение, какое-то заброшенность, нет хозяина. Поэтому надо работать. Вот новый район посетил, где дома построены для многодетных матерей. Хорошие дома, район неплохой, но вопрос в чем? Ощущение запущенности, потому что везде бурьян растет по травам. Акима области также провел прием граждан по личным вопросам. Отмечено, что сегодня выделены средства и определен земельный участок для строительства поликлиники. Ее уже давно ждут в поселке Косыма-Касеново. Акиму району было поручено проработать вопрос о строительстве еще одного детского сада. Сегодня в очереди в дошкольные учреждения стоят 350 малышей. Также в ближайшее время людей с особыми потребностями, в том числе и детей, будет обслуживать инватакси, которое специально будет закреплено за Уландским районом. Между тем, в селе Айертау, благодаря запуску новых птичников на птицефабрике, были созданы дополнительные рабочие места и расширено производство. А в селе Новоканайка будет возведен новый корпус Восточно-Казахстанского центра психического здоровья. Аким области также посетил предприятия по производству и переработке молочной продукции и выращиванию рыбы. В областном центре полным ходом идет благоустройство дворовых территорий и ремонт нескольких объектов города. Аким Усть-Каменогорска Жексылы Кумар во время рабочей поездки ознакомился с текущим положением дел. Глава областного центра посетил товарищество с ограниченной ответственностью транспортная компания города Усть-Каменогорска, где уже завершен первый этап ремонта кровли одного из зданий. Также проведена реконструкция и асфальтирование трамвайных путей по улице Казахстан. Стоит отметить, объекты на территории трамвайного парка и изношенные участки трамвайных путей давно требовали капитального ремонта. Ремонтные работы начались благодаря субсидированию компании. Меняем рельсы. В опасных участках уже около 4 километров мы заменили рельсы. И точно так же контактные сети тоже меняем. И что очень важно, важно мы сейчас добились по выделению субсидий. И уже с августа до конца года мы дали им 63 миллиона на субсидию. Это где-то на повышение зарплаты. У них есть долги перед ВК Реком. Они будут закрывать эти долги. То есть какие-то на ежедневные расходы. Это тоже запчасти и трамваев нужно они заказывают. То есть на какие-то свои расходы мы даем субсидии. И это способствует, чтобы они в нормальном режиме работали и служили населению. По словам директора транспортной компании Усть-Каменогорска, ремонт кровли и несущей стены двухэтажного здания, построенного в 1959 году, выполнен на 95%. Мы не можем сейчас положить гидроизоляцию на мокрый бетон и слой унифлекса. Поэтому должно все просохнуть. Будем ждать, пока устанавливается погода. И в дальнейшем будут продолжены работы. Кроме того, продолжается ремонт школы-гимназии номер 12. По словам руководителя подрядной организации, основная часть работ уже выполнена. Отремонтированы кабинеты, покрашены стены и потолки коридоров. Проводится частичный ремонт кровли учебного здания. По смете, вот 4 дня, как приступили к работам, все демонтажную работу видели, по кабинетам, полы уже, кафель все расстелили. Здесь демонтажная работа. Сегодня армирование планируем, завтра заливка этой части. После завтра, если погода позволит, то этой части. Все, я думаю, после этого будет два слоя, скажи, не бикроссного? Нет, биполь, унифлекс. Биполь, унифлекс, да, в два слоя. Глава города поднялся на крышу, чтобы ознакомиться с ходом кровельных работ и поручил подрядчикам выполнить все работы до начала нового учебного года. Ребята, давайте, разговор очень короткий. 30 августа вы должны завершать. Конечно. Да. Не ссылайтесь на погоду, не ссылайтесь на нехватку рабочих сил. Взялись за эту работу, надо завершать. В областном центре продолжается благоустройство дворовых территорий. В рамках программы бюджетно-родного участия во дворе по улице Толстого, 15, была установлена детская площадка с ограждением. Работы близятся к завершению. Из-за засухи в этом году у фермеров Восточно-Казахстанской области трудности с заготовки кормов. Из-за дня в день цены на корма растут, из-за чего сельчане вынуждены закупать его в Павлодарской области и области ЖТСУ. Арман Табес, житель села Айрта Уланского района, каждый день от рассвета до заката проводит в поле, заготавливая сено и не понаслышке знает о всех трудностях, которые поджидают фермеров области в этом году. У меня заготовлено 15 прицепов с травой. Ещё нужно 10 прицепов сена. В прошлом году было много скота и не хватило сена. Эта проблема с нехваткой кормов очень сложная. В день мы едва ли собираем пол прицепа травы. Цены при этом высокие. Цена рулона составила 16 тысяч деньги. Сейчас говорят, что поднялась до 25 тысяч. Из-за высоких цен на сено сельчане вынуждены закупаться в Павлодарской области. Крупные хозяйства региона приступили к заготовке сена ещё в июне. Пастбищных земель у нас немного. У нас есть 300 гектаров земли. Но, несмотря ни на что, мы убираем сено и на горных склонах. Всё скашиваем, однако этого не хватает. Стоит отметить, в области за одну зиму для 790 тысяч голов крупнорогатого скота необходимо 830 тысяч тонн кормов. В этом году было засеяно 640 тысяч гектаров земли. 120 тысяч гектаров из них занимают многолетние травы. На сегодняшний день фермеры области заготовили только 35-40% комбикормов. В случае нехватки кормов мы проработаем этот вопрос с районными акиматами. Земли с лесными насаждениями будут предоставлены сельхозтоваропроизводителям для сенокоса. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, по состоянию на 7 августа в Восточно-Казахстанской области заготовлено более 296 тысяч тонн сена или 35% от запланированного объёма. Численность поголовья сельхозживотных остаётся в среднем на уровне прошлого года. В области утверждён план мероприятий по обеспечению кормами сельхозживотных на предстоящую зимовку. В каждом районе созданы оперативные штабы во главе с акимами. В целом, казахстанские фермеры на сегодняшний день заготовили более 12 миллионов тонн сена, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объёма. По инициативе представительства Духовного управления мусульман Восточно-Казахстанской области в Истекаминогорске состоялся республиканский форум «Халифа Алтай Улагатте Устаз Жанежа Астар Руханяте». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана Иршат Онгар, имамы региона и молодёжные лидеры. Цель форма – популяризация работ исламоведа, теолога, казахского писателя, переводчика, учёного и религиозного просветителя «Халифы Алтая» в рамках года «Ислам и доброе общество». Большое внимание в ходе мероприятия было уделено молодёжи, чьё сознание сегодня крайне важно защитить от деструктивных религиозных течений и направить на правильный путь. Заслуги «Халифы Алтая» для казахского народа огромны. Он автор многочисленных работ в области исламоведения. Казахский народ прошёл через трудные времена. Когда «Халифа Алтай» вернулся на родину, он восстановил духовное наследие народа, был наставником и учителем. В этом году исполняется 106 лет со дня рождения «Халифы Алтая». Великий исламовед ушёл в жизни в 2003 году. Оставь бесценное духовное наследие и вклад в распространение ислама на территории Казахстана. Наследие, оставленное «Халифа Алтаем» очень ценно и важно для нас. В 90-е годы, с тех пор, когда «Халифа Алтай» начал печатать свои книги и распространять их в Казахстане, ДУМК запустил систему книгоиздания совместно с издательством под названием «Муфтият». Это было началом большого пути. Стоит отметить, что республиканский форум собрал большое количество молодёжи, желающей изучать религию. За вклад распространения ислама на территории Казахстана именем «Халифы Алтай» названа одна из самых больших мечетей в республике, расположившаяся в Усть-Каменогорске. И в продолжении темы у нас в гостях главный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Восточно-Казахстанской области Ермек Мухатай. Ермек Тасбулатулы, мы рады приветствовать вас. В этом году исполняется 20 лет со дня смерти учёного-писателя «Халифа Алтай», чьим именем названа областная мечеть. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о религиозном просветителе. Наш многоуважаемый и выдающийся наш учёный, исламовед, тот, который написал очень много книг, именно его книги, которые он написал, именно ссылаются на наши традиции, то есть на наше традиционное вероисповедание. И этот человек, который преодолел очень много трудностей, вышел он наш земляк из Восточного Казахстана, можно сказать, то есть это часть Алтая, сейчас находится на территории Китая, конечно. Оттуда, когда были очень трудные времена, они не только спасая себя, они спасая свои традиции, спасая свою религию, спасая свой язык, они переехали через горы Гималай, через вот эти все ледяные вершины, преодолев Индию, Кашмир, Пакистан, они добрались до Турции, и когда они добрались до Турции, в Турции им дали очень большую возможность жить, обучаться, и в том числе заниматься, конечно, наукой. И у него это все внутри, что у него было, все его учения, которые здесь мы на традиционном основе обучались, то есть это наша школа, среднеазиатская школа, допустим, ханафитский масхат, это все он внашивая внутри себя, когда они переехали в Турцию, он начал писать книги. И выдающаяся его работа, и самая главная работа, самая большая работа, это перевод священного писания, Корана, смысловой перевод Корана на казахский язык. Когда в 90-х годах, вот только-только мы получили независимость, провозгласили нашу независимость, вот тогда он приехал на свою историческую родину, и около полтора миллиона книг он раздал нашим гражданам. Он своим поступком показал, как надо любить свою родину, как надо заниматься наукой, и той наукой, которая нам именно нужна, та наука, которая исповедовалась, то есть та теологическая наука, та, которой придерживались наши предки, то есть от казахского ханства, начиная от Золотой Орды, или же от времен Кхараханитов до нынешних времен. И он очень, и не только он перевел Коран, он перевел, написал книги изречения пророка Мухаммада, его высказывания, и очень многие там мелкие книги для тех, кто только начинает обучаться. И эти все книги были основаны на нашей традиционной расповедании. Давайте поговорим о роли религии в жизни молодежи. Почему молодежь попадает в деструктивные течения, как уберечь молодое поколение, и есть ли при областной мечети какие-то курсы по религиозному образованию? Да, конечно, это очень важный аспект нашей жизни, потому что молодежь мы должны воспитывать с малых лет. Потому что когда молодежь, мы не дадим им, что они хотят, если мы не ответим на их вопросы вовремя, они будут искать ответы на вопросы в разных источниках. А эти источники не всегда мы успеваем проверять. Конечно, они берут эти ответы от социальных сетей, и поэтому мы должны вовремя с нашими молодыми ребятами, девушками, с юношами работать и им оказывать, показывать наше традиционное вероисповедание, наш традиционный путь, наши традиции, в том числе нашу свою историю. Она наша история очень богата, и сейчас, допустим, у нас в музее работает музей исламской культуры, там есть те книги, которые были написаны на нашей территории нашими учеными, очень выдающиеся большие ученые. И эти книги сейчас выпускаются в разных языках, конечно, и на русском, и на казахском. И при мечети работают, конечно, курсы, курсы, просветительские курсы, они могут в любое время, как им удобно, прийти, записаться на курсы и обучаться дальше. И, конечно, в этом деле должны родители им помогать, родители должны оберегать их, потому что некоторые ребята, когда остаются без присмотра, а в соцсетях их начинают обучать, и родители об этом, если не будут знать, тогда очень трудно потом последствия. А для этого, чтобы наши ребята не ушли на разное деструктивное течение, надо с малых лет их обучать правильно, ставить правильное русло. Ермик Таспулатова, спасибо, что уделили нам время. Я думаю, наши зрители узнали много полезной информации. Хорошо. Ну а мы продолжаем наш выпуск. В Шаманайхенском районе большую популярность среди туристов и местных жителей набирает скалолазание. Как раз недавно здесь прошло открытие тренировочного скалодрома на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, где будут заниматься как любители, так и профессионалы. В Шаманайхенском районе достаточно молодежи, интересующиеся экстремальными видами спорта. Многие из них тренируются на полигоне, где созданы хорошие условия для проведения соревнований по спортивному туризму. На тренировочной площадке Марин Утес ежегодно проходят районные и областные соревнования. В 2021 году в сентябре месяце от общественного фонда Антареса был конкурс на гранты, конкурс малых грантов при поддержке инициатив молодежи. Я и моя инициативная команда выиграли этот грант, благодаря чему у нас теперь есть скальный полигон Марин Утес. На этом полигоне было установлено 50 страховочных точек, что, собственно говоря, позволяет регулярно тренироваться на этом полигоне, проводить чемпионаты. Большой радостью для спортсменов, которые раньше тренировались только на полигоне, стало открытие скалодрома на площадке спортивного комплекса. Мы очень рады, что у нас появилась возможность работать на скалодроме с ребятами, так как мы занимаемся горным туризмом порядка уже пяти лет, и раньше у нас была возможность только заниматься на природе. В зимнее время было очень тяжело, то есть зала практически не было, готовиться к соревнованиям было достаточно трудно. Но после открытия скалодрома у нас появилась возможность заниматься круглый год. На новом скалодроме есть четыре вида дорожек разного уровня сложности, созданных по самым высоким стандартам. Два года назад мы открыли физкультурно-нравительный комплекс, и чтобы это было все вкупо, я думаю, что не прогадали, и только деньги вложены в пользу. Почему? Потому что очень много мальчишек и девчонок, желающих заниматься, и вот сейчас вы сами слышали, что предложения есть и проводить даже здесь в зимнее время, может быть, областные и республиканские соревнования. Это все сделано для того, чтобы поддерживать нашу молодежь. Заслуженный инструктор по туризму Республики Казахстан Владимир Куршев уверен, что благодаря новому скалодрому молодежь района сможет отточить свои навыки скалолазания и покорить спортивные высоты. В дальнейшем у нас перспектива, что здесь на базе Чемнайкинского района провести чемпионат Казахстана по туристскому многоборью скалы. Ну и вот сегодня было открытие у вас скалодрома. Если тут и маленько еще доработать его, то можно будет проводить также республиканские соревнования в дальнейшем в закрытых помещениях. Потому что если взять две области, нашу область, область Абай и Восточная-Старская область, это, наверное, один пока из самых более таких новейших скалодромов. В дальнейшем у каждого спортсмена, тренирующегося в данном комплексе, будет возможность принять участие в международных соревнованиях по скалолазанию. На этом все. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин